здравствуйте друзья сегодня 10 июня 2019 года тишина штиль на море погода замечательно обещают сегодня 30 градусов я на пляже софия вот она и при азове у меня сегодня с собой аквабокс я сегодня купаюсь с аквабоксом вперед а а а а Убанапу, банапу, взлетается в море в народ, Встречает их в нейроне утра, Пусти долгожатый курорт, Не надо впадая от Али, Мы мчимся канавкой мечте, Утрейским лагунам пустами, В песках золотых черпицей, Она планет больше по местам, Она по любви мечтам, Она комарская фиеста, Она пустарей приезжает, Она под закатый полнеба, Кичает слепующий крик, И если в манапе ты не был, Приедешь и влюбишься в миг. И если в манапе ты не был, Приедешь и влюбишься в миг. Продолжение следует... 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 Сейчас я просохну и поеду домой. Сейчас я просохну и поеду домой. Там рестораны, кафе, столовые и все предприятия общественного питания свои кафешки ставят, стулья, столы, лотки. И вся улица Горького, ну по крайней мере от театральной площади до центральной площади превращается в такой сплошной ресторан уличный. На театральной площади обычно выступают какие-то коллективы, пляшут, поют. Конечно, там казачья составляющая всегда, очень такая весомая эстрада, дети. Вот. Ну, в общем-то, все-все везде одинаково. Там где-то в парке Гудовича всякие там развлечения для детей, литературные беседки, какие-то выставки, поделки. И я, в общем-то, не поехал. Я поехал только вечером. Встретил Наташу с работы. Вот. А потом думаю, нет, надо все-таки как-то вот праздник-то почувствовать. Сел на велосипед и помчался. Вот. Приехал к театральной площади. Смотрю, стоит вот этот вот стрела крана. Там клетка болтается. А было заявлено Волочкова выступление. Ну, я думаю, может быть, успею, посмотрю. Потому что обычно такие номера, самые-самые, они в конце. Вот. Чтобы людей держать, как бы, до конца. Ну, к сожалению, я опоздал. Вот. Стрелу эту потом уже убрали. А на сцене Центра культуры Родина выступала группа. Ну, какой-то там именитый певец. Пел он, кстати, песню и Опа Анапа. Вот. Поэтому все это там было так близко. Дым коромыслом на сцене. И... От шашлыков дымы. В общем, ну, вот такая обстановка. Я там побыл немного. Потом посмотрел Салют. Салют я заснял. Я уже уезжал. Смотрю. Бах-бах. И как раз вот в стороне Центральной площади. И так получилось, что я на Терпской был. Ну, вот. И как раз я посмотрел этот Салют. Ну, по мнению тех людей, которые его видели, говорят, Салют был такой слабенький. Ну, а что сделаешь? Анапа вообще становится какой-то слабенькой. Грязище кругом. Вот посмотрите по улицам. Если раньше как-то постоянно мыли тротуары, да, вот от жвачек там, вот этих вот от налипших. И я удивлялся. Что в Анапе моют тротуары. Мэр дает распоряжение, чтобы со строек не выезжали машины, не помыв колеса. Потому что пыль же несется. Это тоже наш мэр Поляков тоже об этом говорил. Он там, знаете, постоянно. А-а-а, надо делать то. А-а-а, надо делать то. А-а-а, надо делать это. Что-то там какое-то шевеление чувствуется на первые там дни, один-два дня. А потом все опять так же. Так же кругом парковка. Кругом, значит, смотришь на газонах. Там газоны вытаптывают и машины на них ставят. Что творится у нас вообще, а? И вот все одно и то же. И главное, вот это грязище. Грязище, мусор. Поэтому, как вот дожди были, как эти намывы были, песка и грязи на асфальте. Их потом эти поскребли, рабочие, да? А все это осталось. И как пыль, вернее, как ветер, все это раздувает. Машины идут, колесами это цепляют, все это в воздух поднимает. И это, друзья, курорт. И это курорт. Что творится у нас вообще, а? Нет, это так, так скажем, с большой натяжкой. Это курорт для людей неискушенных, для бедных людей. У нас в России 20 миллионов бедных, так вот, из них 4 миллиона отдыхает вот в Анапе. Потому что куда еще? За границей вроде бы многих просто не пускают. Вот, потому что много приезжает отдыхать полицейских там. Из других человек все, из структур там и прочее. Вот, им нельзя за границу выезжать по долгу службы, так скажем, своей. Вот, они едут куда? Вот-то едут в границах России, на Черноморское побережье, в Анапу в том числе. Вот, они вынуждены сюда приехать. Да, у них деньги там кое-какие есть, но не так много, как мы думаем. Вот, поэтому люди вот такие едут. И они неискушенные, поэтому они где-то видят пыль, грязь, неподстриженные кусты, мусор валяющийся, переполненные урны. Что творится у нас вообще, а? И они как-то на это закрывают глаза, во-первых. Я об этом говорю, что люди едут сюда с позитивным настроем, они не хотят. Здесь как бы загружаться какими-то новыми проблемами. Они свои-то стараются там где-то оставить у себя, откуда приехали. Вот, поэтому вот так. А мы-то это все видим, мы-то это все чувствуем. И, я думаю, видят это и чиновники, но ни фига они не делают. И вообще, друзья, очень такая обстановка в стране, да, сейчас, наверное, чувствуете, чувствуете, чувствуете вот эту вот... Наступление каких-то таких перемен, главное, чтобы это не было взрывом, чтобы это как-то прошло более спокойно, но смена мышления, она должна произойти. Вот. И я думаю, сейчас молодежь тоже переживает те же самые чувства. Они благодаря интернету, благодаря тому, что сейчас доступна информация, и можно послушать разные мнения. И то, что нам вешает официальная власть, и то, что нам какие-то пропагандисты от официальной власти там втирают, и то, что люди говорят, бывавшие за границей и видевшие, как это все было. Я вот сейчас читаю Генри Фильдинга, да, драматурга английского 18 века. Вот. Ничего не изменилось. Те же самые пороки, те же самые пороки, которые вот сейчас у нас там тоже везде то и дело высвечиваются. Это и мздаинство судей, и, значит, продажность правоохранительных органов, и разврат, и обман, и все на свете, и воровство. Все это вот уже описано было давно. И это все продолжается. Вот. И что еще хотел сказать. А перемены, они наступят, они будут... Эй, что-то будет. И сейчас вот как раз таким двигающим фактором, вот, к этим переменам как раз и выступает вот эта вот урбанистическая наука. На самом деле, все давно уже пройдено, изучено, найдены выходы из разной ситуации, есть готовые решения проблем, с которыми наши города сталкиваются. И здесь достаточно сегодня обратиться просто к мировому опыту, привлечь экспертов, и все будет хорошо. Почему этого не происходит в наших городах? Потому что во власти часто сидят люди плохо образованные, некомпетентные. Что творится у нас вообще? Они непонятно как принимают решения, они не советуются с жителями, не советуются с экспертами. Часто их решения политически мотивированы, в общем, они занимаются там чем угодно, только не тем, чтобы сделать комфортный, там, удобный город. Это, с одной стороны, проблема, с другой стороны, сами жители, они считают, что можно не принимать активного участия, что можно, например, не участвовать в выборах, не участвовать в муниципальных выборах, не поддерживать городских активистов. И что произойдет какое-то чудо, прилетит волшебник и подарит городу классную городскую среду, хорошее общественное пространство, парки, дворы, и все будет хорошо. Так не бывает, так не бывает, поэтому только вы, друзья, только вы можете повлиять на ситуацию, если начнете активно участвовать в жизни города. То есть, люди, которые живут в городах, они понимают, что город, он должен быть для людей, автомобилей, засилье должно быть прекращено, вот, должно быть больше парков, скверов, прогулочных зон, и вот на фоне этого, не на фоне этого, а на основании этого люди объединяются, молодежь объединяется, молодежь много читает, смотрит, путешествует, смотрит, как это делается на Западе, в цивилизованных странах, вот. И, конечно же, им хочется в России изменить, потому что, как наше сознание определяет бытие, так и бытие влияет на сознание, да, поэтому мы хотим, чтобы вокруг было все красиво, все комфортно, чтобы не было машин, вот, чтобы воздух был чище, чтобы было больше зелени, и поэтому люди будут бороться сейчас за скверы, за прогулочные зоны, за тротуары широкие, за места отдыха, и это радует. Вот, 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 такая, я за такую революцию, друзья. И вот на этой оптимистической ноте я хочу закончить, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и всего вам доброго, приезжайте в Анапу, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok